видео создано при поддержке группы underground art хотел январчик еще отдохнуть но в последнее время чуть зачесались руки по стрит-арту да и тем более мы дух 3 не закончили вот решил как бы реализовать его в начале 20 хотя хотел в девятнадцатом уже закончить всю эту трилогию короче третий дух птица начали делать его еще на стриме то есть всю стадию от начала и до конца уже схема отработанная мы быстренько справились задачей но было ржачно камила у тебя камера есть давай да вот так вот руки это твои крылья они сзади идти надо прям колени согнуть вот тип того бля пиздец сейчас взлетит хорошо готова а чё не такой кадыш не получается а хотя да это же вроде как и стервятник локацию я выбирал по определенному принципу но подробности сейчас сдаваться не хочу плюс недавно ходил смотрел по старым духом по двум собака на месте а вот кошка уже все похитили об этом я недавно говорил в инстаграме поэтому если хотите следить за свежими новостями то чекайте ну короче я выдвинулся в этот раз побываем в крайне интересной локации окунемся в прошлое так сказать я имею ввиду в прямом смысле в прошлое зацените что на горизонте эти руины несут нихуевую такую историческую ценность только видимо на это уже всем давно насрать это каретный двор вблизи одной старинной усадьбы отличный образец на его готике девятнадцатого века только сейчас уже так и не скажешь все разъебано старую кладку само собой трогать не буду я же вам не вандал какой-нибудь нашел недавно замурованное окошко вот здесь и развернуть мой косяк был в том что я забыл вот эту прекрасную армированную ленту на которой обычно креплю трафареты и вспомнил это только уже на подходе к объекту обломаться не хотелось как бы из-за этой мелочи поэтому пошел в магазин и купил вот это двухсторонняя клейкая такая ленточка для декоративных элементов для квартиры это полное говно вообще не работает ни на улице да и мне кажется и так тоже крепится очень посредственно на нее мне так и не получилось прикрепить трафарет попытался приклеить его на клей но понятное дело это полная ерунда не 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 этот вариант изначально мимо во первых этому составу нужно какое-никакое время чтобы он схватился во вторых стенка такая неровная равномерно прижать трафик ну никак не получалось каким-то образом на старый скотч который остался на трафарете ну вот на такой закрепил палкой упер ну вроде как на соплях но держится справился так заливая картон хоть как-то держится да и ладно достаточно просто поджимать в тех местах куда буду лить до этого две предыдущие работы решил приблизительно такой же краской в этот раз не стал делать исключения они все-таки из одной серии не хочу чтобы они сильно отличались друг от друга укрывистость конечно никудышная но в контексте духов это играет даже на руку плюс никто мне не мешает валить второй слой если уж на то пошло ну и главная деталь этой работы с ней тоже интересно получилось отлично зафиксировалась верхняя часть черепа а вот клюв остался в подвешенном состоянии неровная кладка и из-за этого начал отбрасывать тень вот тебе и объемчик ну что с духами зарешал и слава богу на протяжении всей работы над ними я острейшим образом чувствовал нехватку детализации надо уже что-нибудь посерьезнее изобразить за этим следует уже традиционное сожжение трава я никогда не использовал их по второму разу на мой взгляд такие работы должны оставаться в единственном экземпляре нафига плодить тираж если следом можно сделать что-нибудь новенькое вообще не сторонник придавать таким вещам какое-то мистическое значение но в тот момент взглянув на работу в этом заре я подумал что блять а ведь в мире полно вещей в основе которых нет абсолютно ничего но люди то и дело норовят придать этому какой-то смысл наверное так интереснее ну в общем такие дела сначала этого года решил завести себе патреон сейчас активно занимаемся наполнением его там всякими вкусными артами и дополнительными видеоматериалами так что если вам интересно и высечете что такое патреон сейчас прям залетайте смотрите что там уже есть но в дальнейшем мы его хотим прям сделать мощненьким вкусненьким чтобы всем было понятно как им пользоваться плюс не забывайте про группу если вы занимаетесь каким-нибудь творчеством то активно туда скидывайте свои работы лайков там отгружает сейчас нормально прилично и комментирует классно так что рекомендуем на медне кстати группа была неистово прокачена зацените какую обложку нам замутил владислав ларинов докажите солидно я знаю что этот канал смотрит много молодых авторов у которых есть свои интернет-ресурсы но нет никакого достойного оформления ребята на это скупиться ни в коем случае нельзя грамотная обертка гарантирует что ваш продукт обязательно откроют ну вы поняли что я имею ввиду короче владислав может помочь вам с этим причем за очень доступные бабки сам понимаю что поначалу с деньгами напряг но этот вариант вы потянете ссылка в описании обращайтесь ну в общем на этом пока все не знаю может быть сейчас еще отдохнуть чуть-чуть или сразу же начнут опеть дальше видосы какие-то делать посмотрим поставь лайк и комментарий ваши комментарии пока комментируй лайк